Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Иван Фирсов. В начале выпуска коротко о главных темах. Семья мальчика, который погиб под колесами мусоровоза 6 февраля, получит поддержку в 200 тысяч рублей с бюджета города. В Сургуте и районе плотно готовятся к ремонту дворов и общественных пространств предстоящим летом. И на паркете почти 300 пар. Во дворце искусств «Нефтяник» прошел открытый региональный чемпионат по бальным танцам. Ложная тревога. Сегодня в районе обеда поступила информация о закладе взрывного устройства в здании противотуберкулезного диспансера. В клинике был срочно собран штаб по эвакуации. Пациентов всех пяти отделений, это 234 человека и 150 медработников, вывели из здания на 15 минут. Нетранспортабельных и тяжелобольных оставили в тамбурах под присмотром сотрудников учреждения. Два кинолога оперативно осмотрели все помещения. Взрывное устройство обнаружено не было. По информации канала Сургут-24, злоумышленник, который позвонил в полицию и сообщил о якобы бомбе, был задержан, но он оказался в состоянии опьянения. Сейчас пациенты размещены под делением, оцепление снято. Противотуберкулезный диспансер работает в штатном режиме. «Как никогда слаженно и грамотно отработали все специалисты. Детское отделение, мы предоставили свой транспорт, вот они в теплой машине находились все это время». Семья погибшего под колесами мусоровоза сургутского школьника получит 200 тысяч рублей. Единовременную выплату в таком размере выделят из городской казны. Накануне этот вопрос обсудили на депутатских слушаниях в преддверии очередного заседания местной думы. Окончательное одобрение парламентарии закрепят уже завтра. Деньги пострадавшей семье направят из местного резервного фонда. Напомню, трагедия произошла 6 февраля на улице Энергетиков. Ранним утром мальчик направлялся на учебу в 18-ю школу. Вблизи образовательного учреждения он попал под колеса грузовика. От полученных травм 8-летний Станислав скончался на месте происшествия. Проект решения подготовлен, исходя из норм устава и законодательства и предусматривает меры как группе, категории, вернее, населения. Это если родитель одиноко воспитывает пострадавшего, ну, не дай бог, конечно, больше, и имеет трех и более детей. Между тем, глава сургута Вадим Шувалов на своих страницах в социальных сетях опубликовал информацию об изменении времени вывоза мусора в городе. Решение было принято в минувшую пятницу. Коммунальщики и администрации договорились о том, что тяжелая техника не будет работать с 7.15 и до 8.30 утра. Поводом для такой корректировки как раз стало ДТП, в который погиб первоклассник. Проекты по развитию заморозить до выяснения обстоятельств и перспектив. К такому выводу пришли депутаты городской думы в рамках обсуждения судьбы парка за Саймой. В этом году в бюджете были прописаны расходы на продолжение строительства детской площадки в зеленой зоне. Однако ажиотаж от споров по поводу ботанического сада, который является частью парка, а также другие дискуссии заставили парламентариев взять тайм-аут в вопросах инвестиций в этот объект. Дмитрий Подлесной знает больше. О ботаническом саде и перспективах парка за Саймой в последние месяцы в нашем городе говорят настолько много и громко, что этот вопрос поставили на повестку дня и депутаты городской думы. Все-таки земля-муниципальный объект знаковый, а значит и решать проблемы необходимо консолидировано. В управлении лесопаркового хозяйства рассказали об истории освоения за Саймой. Муниципалитету не хватило и двух десятилетий, чтобы привести в порядок парк. Статус неоконченного объекта строительства распространился и на отдельной части парка, например, ботанический сад, который сейчас и является яблоком раздора. За последние месяцы об этой территории местные политики и общественники высказывали разные мнения. От необходимости присвоения ей статуса заповедника, да вообще нецелесообразности существования. Сколько лет этот, в кавычках, так называемый ботанический сад, у меня язык не поворачивается, так называемый, только у тебя был ботанический сад, а большинство присутствующих тоже и знают, как он должен выглядеть. Уже сколько лет он существует в том виде, в котором он существует, и Сургутский университет объясняет это просто. У нас нет средств, то есть денег на него не было, нет и не будет. Так или иначе, часть депутатов, большая часть, настаивала, что главное значение этого объекта – это экосистема, а не лаборатория для ученых. Соответственно, сваливать вину и ответственность только на Сургу нельзя. От парка в центре города в первую очередь выигрывают горожане, имеющие возможность хотя бы здесь сменить суматоху Урбана на девственную природу. Чиновники на депутатских слушаниях представили концепцию развития парка. В качестве вариантов были озвучены строительство детских площадок и возведение парка аттракционов. Я думаю, что это однозначно, что я понимаю, и депутаты, но и общественные, что должна проходить через публичные слушания. Все эти изменения, какие необходимы, а тот заявляет, что концепция, а дальше там уже встали в критерии. Нет. Мы с вами говорим о том, что все это просто материалы, которые предоставила та фирма, которую нам заказали. Что может быть, а вот что будет в натуре, это будут уже решать, во-первых. Жители должны быть, депутаты должны быть. Только после этого мы пойдем дальше. Это личное обещание главы Сургута пришлось кстати, так как депутаты по опыту уже построенных в городе объектов предположили, что все описанное в концепции будет построено. Тогда место для деревьев просто может не остаться. Так или иначе, многочасовое общение парламентариев, чиновников и общественников также не поставило все точки над «и» в вопросах парка Засайды. Исходя из этого и исходя из тех противоречий, которые на сегодняшний момент здесь существуют, у меня как, ну что ли, просьба и предложение все-таки. Учитывая, что на 2018 год у нас запланированы денежные средства на предложение, я все-таки выступлю на это предложение, что приостановить финансирование, сделать решение в полном объеме вопроса парка. Каким образом он будет развиваться, куда мы пойдем. Это дельное предложение поддержали коллеги депутата. Настало время, когда сургутяне обязаны основательно и всесторонне подумать о будущем парка, о котором толком не думали два десятилетия. Тогда, возможно, наш город получит новую туристическую фишку – главную рекреацию для населения или же место для научных изысканий. Дмитрий Подлесной, Денизонов, Сургут Интерновости. В этом году в Сургуте благоустроят 14 дворов. Уже утвержден адресный перечень территорий. Решение было принято на заседании комиссии по реализации проекта формирования комфортной городской среды, сообщает Сургутская трибуна. По информации издания, стоимость работ составит 70 миллионов рублей. Часть средств – это деньги из федерального, окружного и муниципального бюджетов. Еще часть – 10-20% – это финансы жителей. Журналисты трибуны отмечают, что проекты благоустройства придомовых территорий и общественных пространств будут совершенствоваться. Определились с планами на лето в части благоустройства и в Сургутском районе. В Комитете ЖКХ транспорта и связи муниципалитета отметили, что в прошлом году на формирование комфортной городской среды было выделено 54 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. При этом жители района вообще не софинансировали работы. На эти деньги удалось выполнить реконструкцию 23 территорий в 11 поселениях. В части особенностей прошедшей кампании назвали обязательное и строгое участие общественности. В администрации разработали отдельную программу, посвященную благоустройству, чтобы было четко видно, сколько денег и на какие цели потрачено. В приемке благоустроенных территорий обязательно принимали участие представители поселений, общественных советов по ЖКХ, люди с особенными потребностями и Общероссийский народный фронт. Они как раз таки проверяли на принимаемые объекты на соответствие и сметной документации, и всем требованиям, которые предъявляются не строем к тем проектам, которые должны быть реализованы в рамках как раз таки этих проектов. На 2018-й на благоустройство в Сургутском районе с бюджетов всех уровней потратят 80 миллионов 800 тысяч рублей. Причем в этом году к софинансированию работ подключается и население. Собственники заплатят около 1 миллиона. Один из критериев, которые будут применять с этого года – рейтинговое голосование. Добавлю, что всю информацию и эскизные проекты можно найти на сайтах поселений муниципалитета. В предстоящем летом новый вид приобретут три общественных пространства – два в Ленторе, одно в Федоровском. Также будут отремонтированы четыре двора – в Солнечном, Ульт-Ягуне, Федоровском и Ленторе. В администрации Сургутского района отметили, что постараются добиться в округе дополнительного финансирования. Более того, есть вероятность, что когда пройдут конкурсные процедуры, может быть, да, у нас сложится экономия по каким-то там работам. Это тоже, в свою очередь, поможет пересмотреть перечень мероприятий, и нам бы хотелось, конечно же, его расширить. Потому что мы прекрасно понимаем, что потребностей много, финансирование на самом деле ограничено. В Югорском фонде капитального ремонта многоквартирных домов назначен генеральный директор. Им стала Елена Дарибабина, которая являлась временно исполняющей обязанности руководителя регионального оператора с февраля 2016 года. Должность гендиректора Югорского фонда она будет занимать пять лет. Напомню, что всего на участие в конкурсе на пост начальника ведомства заявлялось семь человек. После первого этапа теста по профессиональным вопросам и решения общественной палаты автономии осталось четверо претендентов. В их числе была и Ольга Леснова, депутат Думы Сургута, заместитель гендиректора компании «Сургутстройтрест». Специальная комиссия при департаменте ЖКХ и энергетики округа провела с участниками собеседования, где уточняла профессиональные знания, навыки, опыт и оценивала трудовую деятельность. Итогом комплекса мероприятий стало назначение Елены Дарибабиной на должность руководителя Югорского фонда капремонта. В Сургутском районе на телефон горячей линии для помощи иностранным гражданам с начала года поступило 26 обращений. За два с половиной месяца 2017-го, с момента старта работы номера, таких сообщений было 35. Поручение организовать подобное взаимодействие дал глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Сегодня он заслушал доклад о деятельности. Основные вопросы, с которыми обращаются мигранты, связаны с проблемами при трудоустройстве, социальной защите и льготами. Основная функция горячей линии – консультативная помощь. Но были и иные обращения. На Солнечном, например, женщина жаловалась на своего жителя за нарушение тишины и покоя. Привлекли этого жителя к административной ответственности, комиссионно рассмотрели. И второй факт тоже привлекли. Привлекли к этой проблеме диаспору, которая повлияла на поведение этого человека. И, в принципе, обращения у женщин таких уже не поступало. Консультационные пункты созданы в шести поселениях. Проведен ряд практических и профилактических мероприятий, встреч с представителями различных диаспор. Отмечено слабое информирование населения о таком инструменте решения проблем. Впрочем, по словам глав и поселений Сургутского района, горячая линия доказывает свою эффективность тем, что снимает ряд острых вопросов. В Сургутской налоговой прошел день открытых дверей. Гражданам напомнили об их правах и обязанностях. До 30 апреля необходимо предоставить налоговую декларацию за 2017 год в форме 3 НДФЛ. За нарушение сроков грозит штраф от 1 тысячи рублей, но не более 30% от неуплаченной суммы взноса. Также тем, у кого возникли трудности с заполнением бланков, с оформлением документов помогали сотрудники и ФНС. За такой помощью налогоплательщики могли обратиться на протяжении всего дня. Помогают очень хорошо и на рецепшены, и здесь консультанты есть, всегда дают нужную информацию. Если что-то даже здесь непонятно, я прохожу непосредственно в кабинет по пропуску, там тоже всегда все дают, информацию полную дают. Также сотрудники налоговой напоминают работодателям, что администрирование страховых взносов передано в ФНС. Отчетность должна предоставляться ежеквартально. С этого года расчеты проверяются более детально. Даже малейшая ошибка может стать причиной возврата документа для исправлений. После ужесточения правил не все работодатели смогли сдать отчетность, некоторые даже за весь 2017-й. Из-за этого, в свою очередь, приостанавливается передача информации в пенсионные фонды. Только после корректировки отчисления возобновятся. Очень важно проследить верность персонифицированных данных. СНИЛСа и НН имени паспортных данных. Допуская даже малейшие ошибки в пропускании буквы, неверной буквы, неверные цифры, недостаточно знаков, лишние пробелы, вплоть до копейки идет отклонение, и при этом отчет не принимается. Поскольку это расчет, связанный с заработной платой. Эти данные в дальнейшем будут использоваться для начисления пенсии. В ритме вальса и фокстрота во Дворце искусств «Нефтяник» состоялся открытый региональный чемпионат по спортивным бальным танцам «Парад Грации». Организаторы – компания «Сургутнефтегаз», клуб «Вдохновение» и окружная федерация танцевального спорта. Представители, каких городов произвели неизгладимое впечатление на жюри, знает Екатерина Любешева. Это ежегодное соревнование «Красоты и Грации», которое прошло уже восьмой раз. На паркете встретились представители Югры, Ямала и Тюменской области, желающих показать себя чуть менее 300 пар. Одни сменяли других мгновенно. От этого красота действия не пострадала, а приумножилась. Чтобы у нас не было больших перерывов, потому что люди приезжают издалека, и, естественно, хотелось бы, чтобы они уехали вовремя, внезапазно. Вот это главное у нас. Поэтому, мне кажется, мы сегодня очень слаженно работаем. Достаточно много сегодня пар приехало. Во дворце мы второй раз танцуем, в новом дворце. Но все посетители, все родители, все танцоры довольны, что... Много места. Много места. Красиво. Красиво, размещение хорошее. От 8 лет и хоть до 100 возрастные ограничения на чемпионате Парад Грации не действуют. А пример победителей в копбеклассе способен вдохновлять. Семейная пара Плошкиных начала заниматься танцами в зрелом возрасте. И вот уже вся грудь в медалях. Мы увидели рекламу на телевидении. Наш клуб «Цветы Сибири» тренер дала объявление, что открываем группу для взрослых, кто никогда не танцевал, но хотел бы научиться. Мы посмотрели друг на друга. Пойдем? Нет. Нет, пойдем. Решили, что пойдем и пошли. 11 городов, 21 танцевальный клуб нарушает статистику. Здесь на 10 девчонок 10 ребят. И если волнение до выхода на танцпол зашкаливает, то на паркете ведут себя участники более чем уверенно. Для нас главное не победа, а участие. И мы знаем, что мы одно целое. И для нас победа – это когда мы вместе никогда не ссоримся. Для нас волнение – это ничто. На суд жюри представили классическую десятку танцев. Медленный вальс, квикстеп, медленный фокстрот, венский вальс, джайв, пасадобль, танго, самбо, румбо, ча-ча-чам. В итоговой таблице чемпионата воспитанники сургутских танцевальных клубов оказались на первых местах в 13 турах. А гости из Пытьях и Лангипаса разделили второе место по общему числу золотых медалей – по пять наград. Однако нам показалось, что радовались на пьедесталах громче обладателя вторых мест. Потому что летовое место бывает очень редко и очень страшно, и все так боятся. Поэтому страшно очень. А теперь не страшно? Нет, мы рады. Очень старались, и когда вызывали по одному человеку, так боялись и ждали. Гости из Мегиона оказались первыми в четырех турах. Представители Нефтьюганскую везли домой две золотые награды. По одному первому месту досталось парам из Муравленка, Ноябрьска и Нижневартовска. Екатерина Любешева, Николай Сапожников, Сургут, Интерновости. Испытай свою крепость. В Сургуте прошел комплекс испытаний для тела и духа. Зимний кубок тотальной крепости собрал мужчин и женщин разных физической подготовки и возраста. Создать команду и заявиться на турнир могли и просто друзья, решившие проверить себя. Главным для победы стало умение работать вместе с товарищами. Подробнее Наталья Степанова. Зал Сургутского педагогического университета принял Зимний кубок тотальной крепости. Упражнения на турнире – это сочетание норм ГТО, баскетбола и легкой атлетики. Задумка предполагала объединить людей из любых организаций и представителей разных видов спорта. У некоторых не было какой-то особой подготовки. В основном только приверженность к здоровому образу жизни. Мы сами тренировались, кто как сможет, сам тренируется. Мы именно не ходим в спортзалы, где-то занимаемся. Потому что у нас все рабочие люди, у каждого есть своя жизнь, свои интересы, да, вроде бы. Но у нас здесь свой интерес – это спорт. Сам Надир уже не первый раз участвовал в подобных соревнованиях. Говорит, каждый раз узнаешь для себя что-то новое, испытываешь себя на прочность. Для организаторов зимний кубок – это попытка в том числе привлечь к здоровому образу жизни и спорту молодежь, чтобы она взяла пример с профессиональных команд и воспитала в себе крепость. Турнир как нам, так и участникам дает заряд положительных эмоций. В нашу, так скажем, долгую зиму, где нельзя с сентября по май проводить какие-то активности, мы стараемся все-таки, то, что мы привыкли делать летом, сделать это наш первый опыт на закрытой площадке работы. В каждой команде четверо мужчин и две девушки. Поблажек не было никому. И если армейские приседания и бронеживот более привычны для слабого пола упражнения, то гири ГТО далась всем по-разному. Тем не менее, 10 заявленных испытаний прошли все команды. Я думаю, что наша сургутская молодежь самая активная, и она может показать себя и проявить. Сургут только был рад открыть двери для нового формата, нового конкурса, нового масштабного городского мероприятия. Победителей в каждом упражнении выбирали по количеству и точности повторений. В итоге Кубок Тотальной Крепости взяла команда Платинум Кроссфит. Второе – Кикеры. Бронза – Уолл Джим. Наталья Степанова, Денис Зонов, Сургут Интерновости. За событиями в Югре следите в нашем телеграм-канале Сургут Интерновости и на сайте indifisnews.ru. До встречи в эфире. Кировская меховая фабрика представляет новую коллекцию норковых шуб. Скидки до 30% с 13 по 18 февраля. ТРЦ «Вершина», третий этаж. Торговая марка «Ринга» – воплощение роскоши. Чистейшие бриллианты и редкие драгоценные камни. Дизайн каждого изделия – произведение искусства. Обновленные коллекции «Наследие», «Кристалл», «Грёзы» и другие завораживают. Выбирайте лучшее и эксклюзивное для своих любимых. Ювелирный салон «Ринга». Ваши фамильные драгоценности. Торопись, честной народ! Экона цены низкие раздаёт! Чтобы здоровье своё поддержать, в аптеке «Экона» надо скорее бежать! В аптеках «Экона» – ярмарка низких цен. Аптека «Экона» – экономная, народная! Сделайте предзаказ на сайте www.bedepisabteka.ru Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Новый микрорайон – ваша новая жизнь. Стартовали продажи квартир в новом 42-м микрорайоне Сургута. Стоимость готового жилья от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Экономия на ЖКУ до 30%. Звоните прямо сейчас в отдел продаж по телефону в Сургуте 600 190. Приезжайте по адресу улица Тюменский, Тракт 2-1. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой! В связи с закрытием магазина «Адам» распродажа ювелирных изделий со скидкой до 50%. Магазин «Адам». Улица 50 лет ВЛКСМ, 3-2. Первый этаж. Радио «Дача». Музыка нас связала. Радио «Дача». Здесь вероятность осадков минимальная и облаков поменьше. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность без осадков. Направление ветра восточное 1,6 метра в секунду. Температура воздуха минус 22, минус 27. Утром облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. На столбиках термометров около 24 градусов мороза. Днем с прояснениями, без существенных осадков. Ветер с северной четверти 1,6 метра в секунду. Температура 16,21 ниже нуля. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В обувных салонах «Саламандр» с 14 по 18 февраля скидка 50% на всю зимнюю коллекцию. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 миллиметров ртутного столба. У «Карапузов» все просто. Молочные каши для роста. Цены падают, скидки радуют. Детские сухие молочные каши теперь еще дешевле. Только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачи. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова